Практическая психология А можно я сначала проанализирую, как мы друг с другом общаемся в эфире? Потому что мы с тобой то на ты, то на вы друг к другу обращаемся в эфире. Добай раз и навсегда решим, как мы будем обращаться. А вот это очень странно почему-то. Ты понимаешь, можно ли такое лирическое отступление? Мне кажется, ничего странного, потому что в одной ипостаси ты для меня друг, а в другой ты для меня эксперт. Понимаешь, да? И когда я в роли, то ты эксперт. Хорошо, ладно, давайте так. Просто это постоянная такая история в эфире, и мне всё время говорят, Света, вы как-то определитесь со своими гостями. Вы то на ты, то на вы, причём это происходит совершенно так нерегулируемо. Когда серьёзная официальная тема, Светлана, вы член общественной палаты. А потом дальше, ты же помнишь, как вот тут вот было. Всё было. Да, ну так вот, то, что я вижу из обсуждений, предложенной участникам, посетителям Фейсбука темы, а тема у нас сегодня «Зависимая любовь» или «Я не могу без тебя жить», вот это была очень бурная реакция. Я здесь вижу очень многих известных мне и неизвестных людей, которые прямо-таки с многочисленными восклицательными знаками, кто-то с смайликами, кто-то с горестными смайликами комментируют тему. О, какая знакомая тема. Желаю скорейшего исцеления всем, кто болен этим недугом, пишет человек. Вот видишь, потому что очень многие осознают, что любовь – это боль, да? Да, да. Кто-то говорит напротив, это был женский, кстати, возглас, а мужской, говорит, это энергия, и с ней жить мегалегко, говорит мужчина. Ну, об этом вам тоже обязательно Лена расскажет. Почему? Для одних легко, а для других, например, так. Дальше мужчина говорит, не слушайте влюблённые и любящие, не лечитесь с вами небо, оно за вас. И тоже мужчина говорит, конечно, это лечится возрастом. И дальше некоторые трагические, опять комментарии женские. Вот для меня главный вывод этой истории, обсуждения, которое последовало за анонсом, это то, что как-то очень разные точки зрения мужчин и женщин… Женщины, да? Я бы даже сказала. Да. На вот это определение, что любовь бывает зависимой. Хорошо. Лена, скажите, а вот вообще гендерность, она как-то прослеживается вот в этой теме зависимых отношений? В общем, да. Я скажу, как психотерапевт, ко мне обращаются, конечно, чаще женщины, потому что они занимают несколько иную позицию. Они занимают догоняющую позицию, когда зависимая любовь, мы сейчас про зависимую любовь говорим, а мужчины, они убегающую позицию. А им вообще свойственно убегать, да? По жизни. Да, то есть порвал отношения, ушёл от женщины, вроде как отлегло. Вступил в новые отношения, опять что-то как бы типа не понравилось, снова порвал отношения, ушёл от женщины, опять стало легко. И поэтому мужчина выбирает тактику большего ухода, нежели женщина. Женщина всё-таки, она цепляющий такой тип, выбирает в зависимых отношениях, и цепляясь, она страдает, она мучается. И чтобы удержать мужчину, она идёт к психотерапевту. И основной запрос – помогите удержать. Помогите сделать так, чтобы он был только со мной, и только чтобы вот он любил меня и больше не смотрел никуда. Вот куда делись бабушки. Ходили к бабулькам, да, искали. Они выродились, и теперь психотерапевты задели их. Да, да, раньше же как, да? Ты мне что-нибудь тут нашепчи, да? Да, 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 заговор, приговор, приворот и прочее. Это у меня счастье. Ну что, наверное, изначально, когда мы рождаемся, мы всегда хотели бы, чтобы нас любили, да? И вот это чувство, чтобы я был любим и любил, мы ищем практически во всех людях, которые нас окружают, тем или иным образом. Вот, Лена, объясните нам сейчас со Светой, да, где эта грань, где является нормой, да, вот эта любовь, а что является патологией? Ну вот норма – это как раз то светлое чувство, о котором пишут мужчины в данном посте. Это когда действительно любовь окрыляет. Когда встаёшь и хочется жить, хочется петь, хочется танцевать, хочется бежать к своей избраннице или избраннице бежать к своему избраннику, хочется наслаждаться отношениями друг с другом, и при этом оба человека самодостаточные и очень высокий уровень доверия друг к другу. То есть нет сомнения в том, что мы любим друг друга. Вот это норма. То есть не приходится изо дня в день доказывать это, да? Не надо, вообще не приходится доказывать, и не возникает желание просить доказательств и просить служения, что вот раз ты любишь, докажи, что ты любишь. Служи мне. Вот этого вообще в этих отношениях настоящей любви, это отсутствует. Это такая настоящая любовь, когда смотришь на пару, восхищаешься и так по-хорошему завидуешь вот этим людям, что они оба счастливы, это видно. На лицах написано у этих людей. Зависимая любовь – это всегда страдания. Причём страдания для обоих. Что женщина страдает, что мужчина. И вот там как раз оба занимают позицию, либо убегающий, то, о чём мы сейчас уже говорили, либо догоняющий. Причём они могут меняться ролями. Ну, есть такой вообще, такой просто классический пример. Это Анна Каренина, Лев Николаевич Толстой. Она в одних отношениях занимает убегающую позицию со своим мужем, потому что выходила замуж как бы не по любви. А во-вторых отношениях она начинает занимать догоняющую позицию, постоянно требуя доказательств, постоянно требуя не просто доказательств, а постоянного подтверждения, что вот я любима, я нужна, меня хотят и так далее, тому подобное. Это вот как раз такой тип, и чем это всё закончилось, мы знаем. И зависимые отношения, они всегда заканчиваются не очень хорошо. Если это семейные отношения, это развод. Если это не семейные отношения, это мучительные отношения, скажем так, да. И тогда на протяжении полжизни? Иногда всей жизни. Иногда всей жизни. И пытаются каждый доказать друг другу, что я тебя люблю сильней, чем ты меня. Вот видишь, как я тебя люблю, а теперь ты мне докажи, как ты меня любишь. И постоянно упрюки, вот эта ревность, зависть. То есть если говорить про энергию, про которую пишут, там энергии тоже очень много, но там негативная энергия. Она такая деструктивная, да? Деструктивная, обиды, злость, агрессия, ревность, зависть. Зависть, причём зависть к женщинам, которые, как кажется, что они лучше меня, поэтому мужчина, скорее всего, посмотрит на них. Вот даже в этом плане. То есть это распространяется даже на тех людей, которые тебя вот в этих отношениях окружают? Окружают. Да, даже подруги иногда просто искореняются в этих отношениях, чтобы, не дай бог, не было рядом с моим мужчиной моих подруг. И мужчина чаще всего не знакомится с подругами. Ну, если даже знакомится, ну, там обычно всегда бывают какие-то небольшие скандалы. Небольшие так, у всех по-разному. Вот Светлана Алина сейчас рассказывает эту историю. Вы когда-нибудь наблюдали у своих знакомых или, может быть, в вашей жизни и что-то подобное было? Да, я сейчас анализировала, в какой роли я выступала в каких-то взаимоотношениях. Мне кажется, что я всё время была в убегающей роли и до такой степени доубегалась, что и замуж-то не вышла. Ну, то есть, да, я это помню. И это, кстати говоря, вот, ну, просто мы когда говорим, она пришла, чтобы вернуть его, чтобы он остался с ней, от подруг отгородить. То есть мы заранее, вот то, с чего мы начали, говорим о том, что женщин больше в догоняющей роли. Но есть и другая совершенно роль женщины, когда она как раз убегает, убегает, убегает. И это, наверное, не тема сегодняшнего разговора, хотя мы, может быть, придём к этому, что до того доубегается, что остаётся в итоге одна или в каких-то других совершенно взаимоотношениях, не похожих на брак классический. Вот если сейчас слушатели только что подключились, что это за программа, то мы сегодня говорим о любви, о зависимой любви и что это такое, как с ней жить, как быть. Так что слушайте внимательно. Я хочу сказать, что мужчины догоняющие бывают гораздо более опасны, чем женщины догоняющие. Это из личного опыта, да? Да, это из личного. Оба, и тот, и другой тип опасен, потому что женщина догоняющая, она тоже опасна. А иногда они готовы на поступки даже из разряда уголовной ответственности. Это правда, и у меня есть такие клиенты, которые, окунувшись уже до состояния уголовной ответственности, понимали, что что-то делают не так в этих отношениях. А всего лишь начиналось с любви, да? Они до сих пор верят, что они любят. Хорошо. Ну что, попробуем о сути конфликта. То есть весь этот механизм, он уже описан у нас и в медицине, и в классической литературе, как вы говорите. Можно ли прямо по полочкам разложить зависимые отношения? В чём конфликт? Конфликт. Первый конфликт. Люди, которые склонны к любовной зависимости, они никогда не проговаривают свои потребности. Почему? Потому что они боятся, что вот если я сейчас произнесу, он на меня обидится и уйдёт. И поэтому это просто предполагается в суе. То есть вот догадайся с трёх раз, что я сейчас хочу. Догадайся с трёх раз, на что я сейчас обиделся или обиделась. Догадайся с трёх раз, почему я с тобой сейчас не разговариваю или вот не взяла трубку телефона. И партнёр действительно начинает догадываться. И чаще всего, конечно же, ошибается. И тогда переходит вот эта стадия на второй конфликт. То есть, ах, потребность не угадана, я с тобой теперь вообще долго не общаюсь. Я с тобой вообще теперь и тебя видеть не хочу, и слышать не хочу. Отдаляем, да, партнёра? Да, отдаляем от партнёра, при этом появляется внутренний страх остаться одиноким. И они этого очень боятся. Поэтому, когда отдаляют от партнёра, у них усиливается это вот состояние, можно сказать, даже любви. И внутренне появляется, усиливается потребность, ну, приди, ну, извинись, ну, обними. При этом человек подходит, начинает обнимать, не трогай меня. Это вот как раз такая вторая часть. Классика жанра. Классика жанра, действительно. Причём, что у мужчин такое бывает, что у женщин. Я не знаю, как, ну, кто это более ярко проявляет, не могу сказать. Но я считаю, что со стороны партнёра, то есть, вот, партнёр это воспринимает себя болезненно. Потому что, ну, непонятно, как себя вести. Что бы я ни сделал, всё не так. И бывают случаи, когда партнёр разворачивается и уходит. И вот тогда начинается, ну, просто ужас, ужас, ужас. Потому что я одинок, он меня действительно не любит, а я его так люблю. И начинают догонять и возвращать. Обратно в отношения этого человека. Да. А тот, вот, который ушёл, он уже занимает эту позицию. Нет, вот теперь ты ко мне не подходи. Нет, вот ты теперь меня не трогай. А про себя думает, нет, лучше подойди и обними. Вот таким образом. Такая игра. В такие игры играют взрослые люди, да? Да. И вот этот разрыв, когда он происходит, мучаются оба. Они мучаются, они долго там пытаются помириться и долго играют в эти обидки, кто сильнее обидится и кто будет сильнее виноват. И потом, когда происходит соединение вновь, а оно всегда происходит, это бывает идиллия где-то на неделе-две. И вот они тогда в этот момент считают, что вот она, любовь. Это вот про то, что вы говорили, и крылья появляются за спиной, да, и мы летим друг к другу. Да, но это вот такое... Самоупоение. Искусственно появляется, потому что настрадались оба, и теперь уже вот всё, настрадались, можно любить. Но так как сама зависимость, вот сама причина зависимости не устранена, соответственно, ну, недели-две хватает. А потом какие-то мелочи вот начинают накапливаться, и всё по-новой. И снова этот вот поручный круг, когда снова обиды, снова не проговариваются потребности, причём в этих отношениях ещё основной конфликт, когда вообще ничего не проговаривается. То есть язык эмоций, язык чувств вообще отсутствует. То есть человек не говорит ни про свои потребности, ни про то, что он чувствует, ни то, как он боится остаться один, ни то, как он устал от этих обвинений. Вообще об этом молчок. Слушайте, а ну ведь как-то бывают, наверное, какие-то выяснения отношений, взрыв эмоций, конфликты. Этого вообще, что ли, в зависимых отношениях нет? Почему же? Взрыв эмоций есть, только там такое обвинение. То есть не о чувствах, не я сейчас обиделась, потому что вот я этого хотела, я просила, а ты вот, ну, пообещала и не сделала. А там просто ты меня не понимаешь, ты такой секой. То есть общие какие-то фразы, да? Да, общие характеристики, причём это может быть с оскорблением, с унижением, и чаще всего это сопровождается с унижением, с оскорблением другого человека, то есть перекладывание ответственности на другого. И вот там, да, взрыв, только вот такое перекидывание. Ты плохой, ты плохая. Вот так вот идёт. Играли в такую игру? Я что-то вот не припомню. Мне кажется, уже очень это всё трагично. Ну, я сейчас просто привожу примеры. Что было понятнее, наверное, для слушателей, да, потому что кто вот нас сейчас слушает, может быть, себя уже и узнал, да? Потому что вот именно то, что здесь сейчас говорит Лена, это описывается во многих и многих и психологических, да, источниках литературы, да, и в классике тоже у нас есть. Ну вот скажите, как можно остановить вот этот, как вы сказали, порочный круг, да, Лена, который играют эти два взрослых человека, или же его невозможно вообще изменить, и потом уже всё страдаешь, страдаешь и страдаешь, да, до скончания века? Или же всё-таки каким-то образом можно однажды остановиться, осознать, переиграть, изменить ситуацию? Ну да, то есть мы пока что видим, что здесь действительно замкнутая там получается, да, кривая. В которую играют два человека. В которую играют два человека, и вот она, патология, потому что всегда, когда цикл непонятно, что должно внедриться, чтобы этот цикл можно было разорвать, это, наверное, первый вопрос. А второй, скорее всего, вы к нему тоже перейдёте. А на какой почве вообще возникают такие патологические отношения? Разорвать, конечно, можно. Просто я сейчас скажу на практике, что это процесс не одного дня и не двух недель, как некоторые считают. Эта проблема идёт из детства, и необходимо отматывать очень многие вещи. Это чаще всего... Про детство поговорим чуть позже. Хорошо. Вот сейчас, да, всё-таки можно ли начать жизнь вот именно с этим же партнёром, с чистого листа? Можно, можно, да? Самое главное, вот, не торопиться разрывать отношения, потому что любой разрыв, даже если ты переходишь к другому партнёру, там повторится, всё тоже самое. Да, и при смене партнёра, они прям повторяют, и часто очень приходят, говорят, мне вообще не везёт с партнёром. Мне все достаются вот такие вот козлы там, или вот такие вот... Инфантильные мужчины, которые... тётки, женщины, вот. Здесь самое... Ну, во-первых, первое, что необходимо сделать, это всё-таки за отношения цепляйтесь, то есть, ну, сохраняйте эти отношения, потому что они вам почему-то важны. Ну, и сейчас вообще сложно в современном мире завязать отношения, поэтому если у вас есть отношения, то лучше может разобраться с этими отношениями, да? Если, конечно, они там не переходят, какую-то грань, понятно, там, патологических. Второй момент, необходимо обязательно осознать, что твой партнёр – это не твои родители. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что когда предлагаешь своим клиентам, говоришь, вот возьмите сейчас своего партнёра, с которым вам очень трудно, вы его очень безумно любите, но вот трудно, и напишите 10 его качеств. Просто напишите. А теперь посмотрите со стороны, никого не напоминает. И на самом деле часто очень говорят, «Ну, у меня папа такой был». Или очень похоже на мою маму. И чаще всего, вот если девочка, она называет отца, молодой человек называет маму. То есть это как раз, ну, мы про детство ещё с вами будем говорить, как раз таки вот этот перенос отношений, которые были не завершены в детстве, идёт во взрослую жизнь что-то доработать, что-то доиграть в этих отношениях, чтобы всё-таки получить эту любовь, которую вот не мог там получить. И здесь необходимо понять, что всё-таки твой партнёр – это не твой родитель. Вот с этой мыслью надо просто прожить, да? Наверное, сначала день, потом неделю. Ну, там не столько прожить, вот там действительно работа для этого проводится, там даже идёт сравнение иногда, да, вот где мама и в чём мама, да, где партнёр. Потому что иногда ведь требуется, даже требование предъявляется, как к отцу. То есть вот если отец, например, должен был там какие-то определённые делать требования, ну, качества проявлять, да, по отношению к дочке, женщина ждёт то, что самое потом от своего мужчины. Почему говорят, да, что мы чаще всего партнёра… Или другого ждёт, но не знает чего. Да, да. Может такая быть ситуация или нет? Может быть такая ситуация, но это точно какие-то незавершённые отношения. То есть что-то хочу, чего не получала вот именно от отца. Вот не знаю, вот точно хочу, но вот пока не могу понять, да, вот это вот точно такие вещи будут неосознаны. Здесь начинать необходимо именно с того, что всё-таки это партнёр. То есть мы на равных. Это не папа, который должен быть над и меня там боюкать и успокаивать каждую секунду, а это всё-таки партнёрские отношения. Второй момент, что это человек, и у него могут быть ошибки, и он точно не идеален. Ангелы на земле не живут. Это вот второй момент. И третий момент, который необходимо тоже для себя проговорить, честно, что этот человек, именно этот человек вам нужен. Потому что когда они приходят, говорят, я от него устала, ты-ты-ты-ты, и вот начинаешь с ней работать, и начинается очень много да-но. Да-но. То есть хочу с этим человеком-то жить. Но столько всего, да, что я уже прямо расстрадалась. Но столько хочу идеального в него впихнуть. А он не идеален. Да. А он не подчиняется воспитанию-то никак. То есть вот он не переделывается, почему-то не пластилиновый. Вот ещё мне кажется, что вот именно в это же мгновение нужно осознавать, что человек – это абсолютно свободная личность, да, у которой есть свои потребности, да. Потому что вот когда я попадаю вот в зависимую любовь, мне кажется, что вообще вот я дышу, и он должен дышать. И если я перестала дышать, то как он-то смеет дышать в это самое время, да? Там очень много «ты мне должен, ты мне должна». Вот я тебя люблю, и ты мне, вот практически, ты мне за это должен. Потому что я тебя просто люблю. Я отдала тебе лучшие годы в своей жизни. Вот, вот как раз про это, да. Хорошо. Есть ли какие-то вопросы, Света? Да. Вот насчёт грани я хотела только оточнить, когда вы сказали, что стоит сохранять отношения, даже такие отношения, и над ними нужно работать, если только они не переходят к грань. Что вы имеете в виду под гранью? Ну, грань я, конечно, грань отношу, если начинаются уже там… Насилие, наркотики. Взаимная агрессия, алкоголь. Алкоголь, да. Какие-то вот такие… А вообще вот люди, которые попадают в зависимую любовь, получается, что они уже зависимы, они также легко могут уйти в игроманию, в наркоманию, в алкоголизм, да? И часто очень сочетают это. Вот очень часто приходят люди, у которых есть какая-то зависимость ещё. Хотя у меня есть клиентки, которые, ну, просто у них любовная зависимость, но почему-то партнёры попадаются им либо с алкогольной зависимостью, либо с той же самой любовной зависимостью. Была одна клиентка, у которой была очень… у партнёра игорная зависимость, очень выраженная. Там всё разорвалось, потому что он покончил жизнь самоубийством. То есть… Только так. Только так. Вот. Очень часто это сочетается, эти зависимости. Ну, смотрите, вот ходим мы по земле, да, с вами мы все такие разные. А почему же мы, да, во всём этом изобилии других людей находим тех, которые тоже попадают в зависимое состояние? Вот в чём это… Находят эти два человека, которые склонны к зависимостям разного рода друг к другу, они притягиваются, что ли? Почему? Конечно. А что это за законы такие у нас? Конечно, притягиваются. Зависимое поведение, оно же состоит из трёх граней. Расскажите. То есть всегда есть жертва в этих отношениях, всегда есть типа спасатель, и всегда есть типа преследователь, который говорит, ты виноват. И чаще всего встречаются две, скажем, половинки, одна из которых точно жертва, которую надо всё время спасать и помогать, и которая всё время вляпывается в какие-то странные истории. А вторая грань, вот вторая половинка, будет обязательно либо уставать и говорить, вот надоела ты мне, да, или надоела ты мне со своими проблемами, либо постоянно спасать при этом. То есть постоянно будет меняться вот этот полюс. Либо спасает, либо обвиняет, либо спасает, либо обвиняет. Причём жертва, она в этом состоянии хорошо себя чувствует, очень благополучно. Она тоже может занимать для своего партнёра периодически какую-то из этих позиций. Это как раз вот когда очень так, эти люди говорят, ну я же нашёл свою половинку, мы же так друг к другу подходим, да, я согласна. Вы действительно друг друга нашли, но вы нашли именно себя в патологических отношениях, в таких невротических, которые строятся на негативных эмоциях, на негативных переживаниях постоянно. И это всегда очень тяжело, оба страдают всегда. Хотя и цепляются за эту любовь. Устают, но цепляются и цепляются. Там, конечно, очень необходимо много работать. Так вот, что необходимо сделать, да, Света, ты бы хотела, да? Да, я хочу, чтобы ты договорила потом. Да, что необходимо сделать человеку, который находится вот в этих зависимых состояниях, можно ли, не прощаясь с этим человеком, развернуть ситуацию в лучшую сторону? Можно. При этом очень хорошо работать в семейном плане, да, с ними, вот если буду говорить, как психотерапевт. Хотя я предпочитаю всё-таки работать порознь. Почему? Потому что когда у них вот такие тройные отношения, жертва, кто-то там преследователь или спасатель, они психотерапевта так неосознанно в эту вот свою троечку-то заманивают. И очень часто... Сложно сопротивляться, когда их двое. Да, даже незаметно происходит это, потому что начинается какой-то небольшой конфликт на сеансе, и ты неосознанно становишься спасателем. То есть один из них становится догонятелем, другой убегатель, я так их назову условно, да? А ты такой спасатель. Ты спасаешь того, кому вот там вот в этот момент хуже всех. Поэтому я предпочитаю работать с ними отдельно, и работа, она строится, конечно, по-разному. И в зависимости от того, кто какую позицию в этот момент времени здесь теперь занимает. А что, они могут меняться? Конечно, конечно. И причем это у них, это же как игра. Она их подпитывает. Это такая интересная игра. И почему там и сохраняются эти отношения? Потому что ходишь, сегодня ты жертва, завтра ты помогаешь, спасаешь. И все время у кого-то что-то происходит, какие-то там... Все время какие-то проблемы в этой семье присутствуют в этих отношениях. У кого-нибудь из... У одного из них. Каким образом... Неинтересно становится. Да, и вот тут я, конечно, хочу сказать, что здесь самое главное в этот момент... Вот мы все-таки сейчас перейдем плавно к детству. Я предлагаю перейти. Да, только... Ну, хорошо. Хорошо. Просто я хотела, помните, вот я вопрос задавала о том, что вот когда эти роли убегающие и догоняющие, да, вот можно каждому из них что-то порекомендовать? Порекомендовать можно. Что прямо по практической части, когда это было. Вот если прямо вот в этот момент, да, рекомендовать. Если ты убегаешь, то чаще всего они говорят, я свободен, я хочу свободы, я хочу уединения, я устал. Здесь предлагается просто повернуться лицом к партнёру и проговорить, ты знаешь, я сейчас хочу побыть один. И мне сейчас это важно. Вот, кстати, в этих отношениях это никогда не произносится. Опять же из страха, что другой обидится, и перед другим надо будет оправдываться. Хотя, когда я предлагаю делать это своим клиентам, и они всё-таки решают это сделать, они говорят, надо же, он не обиделся, он меня услышал. И он действительно сказал, ну да, да, конечно. Вот эти вот, да, вот эти вот свои проекции, какие-то свои предположения, они играют большую, ну, такую негативную роль в этих отношениях. Тот, кто догоняет. Чаще всего догоняют, потому что у них какая-то потребность. Они что-то хотят от этого партнёра. Восполнить. Что-то восполнить, да. Дефицитарность свою. Вот это же там, обними, пожалей, помоги, вот эти вот вещи. Здесь тоже необходимо остановиться, посмотреть лицо партнёра, сказать, ты знаешь, вот я тебе сейчас очень сильно нуждаюсь, мне необходима твоя помощь в том-то, в том-то и в том-то. И партнёры всегда с благодарностью это воспринимают, и всегда с благодарностью это делают. Хотя тут почему не произносит догоняющий тип? Потому что, опять же, страх, что я сейчас расскажу, а он меня скажет, я тебе ничего не должен, и уйдёт. И вот когда они начинают говорить открыто о своих потребностях, они останавливаются. По крайней мере, отношения, они, конечно, ещё не становятся такими прямо супер-пупер прогрессивными. Но, по крайней мере, начинается, вот включается слух, и они начинают узнавать друг друга с другой стороны, по-новому. Но вот эти страхи внутренние, конечно, они периодически их возвращают в это состояние, они снова повторяют эти ошибки. Тем не менее, когда их возвращаешь и говоришь, помнишь, тебе же это помогло. И они останавливаются и снова это делают, отношения улучшаются без всякого конфликта. Не нужно для этого сначала поконфликтовать, там, две недели, да, пострадать, а потом, там, какая-то минутная, там, идиллия. А именно, вот, они становятся такими, вот, они чувствуют, начинают друг друга партнёрами, потому что оба говорят о своих потребностях друг другу. Вот это действительно очень важная вещь. Я тоже для себя записала ещё до того, как вы сейчас расшифровали, что люди ничего не проговаривают. И у меня, конечно, тоже вопрос, почему. У меня были такие проблемы, когда мне было тяжело человеку сказать даже самые простые вещи, вот, действительно, из-за боязни его каким-то образом обидеть. И потом уже вот эту вот боязнь обидеть, буквально вот в каждой уже мелочи и детали там сказывалось. Вот это почему возникает? Ну, тут вот этот страх как раз-таки остаться одному. Страх остаться одному, страх стать виноватым. Это очень тяжёлое чувство именно для людей, которые находятся в зависимых отношениях, которые переживают зависимое поведение. То есть они изначально не видят других перспектив, других вариантов общения. То есть вариативность мышления не развита получается. Но вот вопрос, откуда ноги растут, и вы уже несколько раз пытались, Лена, сказать... Окунемся в детство, в омут памяти. Да, о детстве. Вот как получается так, что в нас, например, родители, или же мы сами в себе формируем вот эти зависимости? Ну, конечно же, родители. Конечно же, родители... Я сразу же так внутренне напрягаюсь. Все родители напрягаются сейчас. Кому ещё есть, кого воспитывается на маленьких детей. Так что слушайте внимательно. Все дети, так же, как и взрослые, нуждаются в любви. Нуждаются в принятии и в принятии себя безусловного. И всё, что делают родители, типа ради блага ребёнка, когда начинают лишний раз критиковать, когда начинают лишний раз говорить, нет, ты будешь делать так, как я сказала, малыш, что ты хочешь. Когда говорят, ты должен, ты обязан, ничего. Ой, я сегодня несколько раз так сказала. Твои хочу подождут. Вот эта фраза, мечтать не вредно. Вот эти фразы родители даже сами не подозревают, как иногда ребёнка наталкивают, уводят в это состояние. В это время, да? Да, ну, не сразу, конечно, если это в системе происходит. А что это за состояние? Состояние, у ребёнка возникает состояние фрустрации. То есть я вроде хочу, но не имею права. И иногда дети маленькие, с ними разговариваешь, и они такие фразы говорят, вот мне сейчас нельзя, они так шёпотом рассказывают, мне вот сейчас нельзя, но когда я вырасту, я смогу. Но дело в том, что когда ребёнок вырастает, он это забывает. Что он может. Да. Он всё время помнит, что это нельзя ему. Да, потому что это постоянно, это в системе происходит. То же самое, когда родители делают акцент только на себе или только на отношениях между собой. Вот у меня очень много клиентов, когда вот именно зависимый любой, в семьях которых родители постоянно выясняли отношения друг с другом. А дети всё это видели? А дети наблюдали. То есть мало того, что ребёнок не получал свою долю внимания к себе, любви к себе, у него возникал страх, что родители вот-вот разведутся. Это страшно. И он начинал включать как раз спасателя. Он начинал что-то делать такое, чтобы мама с папой всё равно помирились. Например, уходить в болезни. Да, мы с вами уже об этом говорили. Как вариант уходить в болезни. Или были варианты, когда мама там сидит, папу ждёт, папы долго-долго нет дома, и дочка начинает делать что-то для неё, например, там кушать готовит, подметает. Причём мама-то не замечает. И когда дочка прибралась, мама говорит, мама, посмотри. Причём эта вот женщина, она уже достаточно взрослая, она мне это рассказывает и всё время плачет. Говорит, подхожу к маме, говорит, мама, посмотри, я тут прибралась, я тут протёрла. И мама, она вот в этом ожидании, в этом стоянном напряжении просто на неё сорвалась и сказала, что ты сейчас наделала? Да посмотри, ты вообще как ужасно тут вообще что-то. Кто тебе разрешил веник брать в руки? Кто тебе разрешил вообще посуду? И мама схватила эти тарелки и начала бить. Ну, это понятно, что мама... У неё свои были трагедии. Да. А для девочки эта трагедия произошла на том фоне, что мало того, что она не получила внимания, она ещё и поняла, что она спасти маму не смогла. И у неё отложилось такое, что в её семье, в её отношении с мужчиной такого никогда не будет. Отношения будут просто идеальные. Мужчина будет просто принц на белом коне. И она будет такая вся принцесса при нём. И она, кстати, до сих пор ищет себе этого принца. Вся такая принцесса. И если у мужчины хоть какой-то малейший изъян, вот малейший, причём она изъян, она первое, что начинает искать у мужчин, это изъян. Здравствуйте. Вот вы какой? Сейчас я у вас найду каких-нибудь недостатков. Ага, храпит ночью, всё, я с ним не встречаюсь. Ну, это можно понять. Ну, что вы. Так, хорошо. То есть она постоянная, и она до сих пор одинока, и она говорит, вот нет, ну, не родился ещё тут мужчина, который вот мог бы мне вот вообще вот просто составить пару. И когда мы с ней... Она причём при этом очень страдает, она очень хочет партнёра. А дети у неё всё-таки есть? Детей у неё нет. То есть она ждёт мужчину, от которого сможет родить ребёнка, и она постоянно в поисках. Она постоянно в поисках, и постоянно все мужчины, они не идеальны для неё. Ну, то есть она постоянно, если попадает в эти отношения, то она в роли в зависимости, да? Она начинает за него, во-первых, цепляться, потому что там очень много потребностей, масса потребностей, то, чего она не получила в своё время от мамы, от папы, то есть там масса их. От папы она вообще мало чего получала, потому что папа действительно был такой приходящий, уходящий в семье. И в итоге всего то, что она не получила, начинает ждать. Ожиданиями живёт. Живёт от ожиданий, не проговаривая. Он же должен быть идеальный, он же должен догадаться. Если я сказала, значит, он уже не идеален. Значит, ты уже сделал не сам, потому что хотел, как она мне говорит, а потому что я тебе сказала. Мне кажется, это так замечательно. Я говорю мужчине, что я хочу, а потом это получаю. Это же так просто, это так естественно. Ну, вот, Надюша, для тебя естественно, а для моей клиентки нет. Всё поняла. И таких женщин, мне кажется, большинство, которых вы так описываете. Ну, их много. Очень бы хотелось, чтобы сейчас это большинство послушало нашу программу, сделало определённые выводы и поняли, что качество жизни в разы меняется, если вы начинаете со своими партнёрами общаться на равных, как две зрелые личности, да? Тема зрелости, она вот, наверное, сейчас очень-очень актуальна, да? Потому что в созависимых отношениях это как раз инфантильное существо. Ну, личное, да? Причём оба инфантильные. Оба партнёра инфантильные. Самое интересное, что... А мужчины, извините, Елена, мужчины тоже самое ожидают от женщин, вот такие, да? Конечно, конечно. Вот они точно такие же, они ждут идеальных женщин каких-то там, да? Они молчат, они думают, что эта фея сейчас его там осчастливит просто... Вот, Света, дело в том, что мужчина, он отыгрывает роль. То есть когда он встречает тебя, да, если он инфантильный, то он в тебе видит образ матери, да, которая заведомо должна предугадывать все его желания, все его моменты, да, которые необходимы. А так как ты оказываешься не его матерью, ты не можешь знать, что этому мальчику хочется, понимаешь? А мальчику лет 50. Да-да-да, так и есть. Это действительно вот перенос на материнские отношения, потому что мамы, они же чувствуют ребёнка, они предугадывают, и ребёнок это ждёт всегда. А если мама вот не предугадала в детстве, то есть вот занималась собой, вот пример я привела, соответственно, у ребёнка это нереализованная потребность. И человек, вырастая физически, лично застрял там в тех отношениях. И, соответственно, да, это будет инфантильно. Причём, самое знаете, что интересно, вот возьми такую личность инфантильную, вот именно с признаками зависимой любви, и познакомь с кем-нибудь, вот, ну, с признаками зрелости. Не будет общаться. Серьёзно? Неинтересно, скучно. Потому что нам нет таких страстей? Нет, потому что тот человек, он не будет предугадывать. Он говорит прямо, он говорит текстом, что он хочет, что он ждёт. Какой-то человек из другого мира. Не то чтобы даже из другого мира, а какой-то он странный. Чего-то мне всё говорит, чего-то от меня требует, чего-то от меня ждёт. Я кто там, да, игрушка, что ли, там, выполнять все его требования. Вот почему-то такое возникает ощущение, они даже не воспринимают таких людей. Это, кстати, очень хорошо сказывается, можно видеть не в личных взаимоотношениях, а в взаимоотношениях в коллективе это очень видно, да, когда ты видишь коллегу, который тебе говорит прямо, что за командные нотки, чего они от меня хотят, там, да, как и что за монополизировал здесь, значит, наш офис, а на самом деле просто это люди, которые находятся на разных совершенно уровнях просто, да, в смысле общения и зрелости. Да, такие есть. Лена, скажите нам, пожалуйста, как можно вздрастить, да, в своих детях, ну и в себе, разумеется, тоже, вот эту зрелость? Ну, если говорить про нас с вами и про наших детей, здесь необходим всё-таки язык эмоций, язык чувств. Когда проговаривается сразу ребёнку, что вот если мама пришла уставшая, она говорит, я сейчас устала, я хочу сейчас отдохнуть, она говорит про свои потребности, она говорит про свои чувства, и ребёнок это слышит. И ребёнок понимает, что он имеет право это говорить. И при этом, когда мама ещё говорит, я всё равно тебя люблю, что бы ты ни сделал, только дай мы с тобой сейчас проговорим, да, вот как можно по-другому, ну, когда особенно ребёнок что-то там где-то нашкодил. Когда это проговаривается открыто, и мама не боится казаться неидеальной мамой, потому что вот эти как раз люди с зависимой любовью, они хотят быть идеальными во всём, идеальными в любви, идеальными мамами, и они делают из своих детей тоже идеальных детей. Ребёнок у них рождается, и они изначально ставят пред собой цель. Этот ребёнок у меня будет идеальным гением. И начинает просто это ребёнка везде таскать, вообще не прислушаясь к потребностям ребёнка. Важно, что ребёнок должен. Важно, что он должен быть идеальным. То есть вот такое же воспитание. То есть они практически воспитывают тоже зависимую личность. Ну, смотрите, а, например, он не идеален, да, но, тем не менее, потом он зависим. Да, потому что... Почему этот механизм работает? Потому что идеал... Что такое идеальность? У нас же у каждого своё восприятие идеальности. А у ребёнка свои потребности, у человека могут быть свои потребности. И его потребности могут не совпадать с твоим понятием идеальности. То есть если мы у ребёнка постоянно вот эти его потребности никаким образом не обнаруживаем, да, и не реализовываем, то тогда он что, будет искать? Он будет сначала себе это подавлять, он научится служить, он научится, ну, можно так сказать, прогибаться, и от этого начнёт болеть. И он начнёт искать человека, который будет его любить таким, какой он есть. И вырастая, иногда эти люди взрослые говорят, я даже сам не знаю, какой я. Вот мне хочется найти себя, потому что я хочу, чтобы полюбили меня, а какой я, какого меня, вот что полюбили, я не знаю. То есть вот когда мы делаем, как мамы, да, для своих детей, например, мы спрашиваем, вот разговариваем, да, твои чувства, твои переживания, о чём ты мечтаешь, чего ты боишься, чего ты хочешь, мы разворачиваем ребёнка к самому себе, да, в это время, правильно я понимаю? Да, да, особенно когда ещё родители сами про это говорят, что вот мама говорит, а я мечтаю об этом. Папа говорит, а я мечтаю об этом. И он видит, что такие они разные. Я вот только раз вспоминаю, у меня Софья всё время спрашивает. Мы с ней обсуждаем всё абсолютно. А что, начиная от того, а что бы вы хотели на Новый год, что, кстати, тоже очень важно, какие у тебя там подарки, значит, что ты хочешь, чтобы папа подарил, что ты хочешь, чтобы бабушка. То есть она ещё смотрит там, да, вот про лям. И, соответственно, ждёт, что я у неё тоже спрошу, и её потребности, она вылит на меня. Обязательно сейчас дойдёт её очередь. Обсудить можем вот это вот всё дело. И это происходит вот у нас, вы сейчас говорите, у нас происходит это постоянно по разным поводам. Как здорово. Да, это очень хорошо. Хоть что-то. Ну, и ещё вот тут, наверное, тоже такую чёрточку хотелось подвести, что ребёнок, который недополучил любви, он, тем не менее, будет эту любовь искать. Он будет её искать всегда. Если человек не получил любовь в детстве, он будет её искать всегда, и он точно попадает в эти зависимые отношения. А насколько вообще велик процент тех людей, которые могут излечиться и повзрослеть? Процент высок. Я вот не могу прямо сейчас сказать, статистику я не вела. Здесь самое главное, вот когда начинаешь с ними работать, вернуть их в это состояние детства и позволить уже с позиции взрослого человека запросить эту любовь. Научиться именно её запрашивать, именно проговаривая, что я хочу сейчас, как я хочу это. И когда начинаешь отматывать именно детско-родительские отношения и начинаешь взращивать их вот уже, ну, помогаешь им взращиваться, не взращиваешь, да, помогаешь им, они очень меняются, они на глазах меняются. И у меня есть ряд клиентов, на которых я сейчас смотрю просто с восхищением. Это на сегодняшний день для меня самодостаточные люди. Хотя приходили в терапию инфантильными личностями, да? Да, да. Они на сегодняшний день успешны, самодостаточны, очень бережно относятся к партнёрским отношениям. То есть для них партнёр – это всё-таки партнёр, а не папа с мамой. И у них такое бережное отношение к себе. То есть они начинают любить в себе всё, даже недостатки. Да, я такой, вот потому что я сегодня такой. Есть ряд клиентов, но я просто хочу сказать, что, опять же, это вот не завтра, не послезавтра происходит, это не две недели, не месяц. Это длинная работа, да? Большая работа. Если говорить про этих клиентов, работа была не менее года. Но это, конечно, не каждый день, это было раз в месяц, тем не менее это длилось вот на протяжении года. Даже иногда больше года бывает. Ну вот, видите, она такая зависимая любовь, да? То есть ещё говорят, что судьба у меня такая, страдать всю жизнь, да? И, кажется, хочется остановить человека на этих словах и сказать, нет, это ты себе выбрал такую судьбу, ты можешь меняться, и судьба изменится твоя тоже, правда? И вот на сегодняшней программе, да, наверное, наша программа как раз является примером того, что и из зависимых состояний можно выйти, если вы понимаете, что вам тяжело, что вам уже непросто с этим жить. Меняйтесь, меняйтесь. У вас есть специалисты, к которым можно обращаться, и качество жизни будет на порядок выше. На самом деле у нас есть ещё время для завершения программы, достаточно немало времени, поэтому я бы хотела, чтобы мы всё-таки продолжили немножко разговор по поводу зависимости. Есть что-то? Просто у меня есть... Давай, давай. У меня есть вариант. Я не зря задавала вопрос Елене, насколько высок процент излечения, что называется, от этих вещей. Потому что я думаю, что из тех, кто пришёл, конечно, уже обратился и понял, они уже решили сохранить что-то там. Да, конечно. А вот как раз, мне кажется, большинство-то как раз не приходит. Они не хотят взрослеть. Они хотят оставаться, и вот как ты говорила, Натя, упиваться вот этим своим состоянием, и делают они это упоительно до скончания своего века. И очень часто вместе вот так вот рука об руку, и можно и в 60 лет, и в 70... Доходит до глубокой старости, да? И это то, что часто называется... Я не знаю, относится к этому поговорку, бьёт, значит, любит или нет. Бывает. Но мне кажется, что это из этой же оперы та же вот эта история. Поэтому вопрос просто мамам и папам сказать, что это не только то, что лично от вас зависит, или нельзя укорять своих родителей в том, что вот они такие, и они вам не додали в детстве. Вообще вот это вспоминать и укорять, что вот вы виноваты когда-то были, что вот я теперь в этом возрасте. Вот это тоже определённая патология, с которой нужно, да, расставаться, и очень часто самостоятельно расставаться с этим невозможно, и это тоже инфантильное такое поведение. Но у нас, я не знаю, как в других там, не беседовала с психотерапевтами из других стран, но мне кажется, что это ещё есть некая такая национальная традиция русская. Особенность. Особенность, да. Вот это вот страдание, вот это вот бьёт, значит, любит. У нас же когда любит, это значит жалеет, да? Да, 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 и прочее. Вот эти вот вещи. Мне кажется, что это вот заложено где-то очень-очень глубоко, и поэтому с этим бороться тоже на генетическом каком-то уровне нужно. Я имею в виду, естественно, образно. То есть надо осознавать, что это не какая-то, может быть, вещь вот ситуативная. Это вполне может быть неситуативная вещь, которая из поколения в поколение передаётся. Мне кажется, вот такие из поколения в поколение, это как раз вещи и происходят, да? Да, это как раз происходит. То есть родители, они тоже делают эти вещи неосознанно. Да. Они воспитывались в таких условиях, их также воспитывали, и они как вот это увидели, эту картинку, как воспитывать нужно детей, они так и воспитывают, они то же самое передают. И, ну, самое опасное здесь, когда начинаешь отслеживать вот эти вот поколения, на одном из поколений начинаются потом тяжёлые болезни, и какие-то из поколений просто прекращают свой род даже. То есть, ну, например, девушка просто не находит себе партнёра, дети не приобретаются, да, и всё, и на этом род закончился. Либо заканчивается всё какими-то тяжёлыми заболеваниями, то, что я говорила, что привлечь к себе внимание. Ну, вот это вот как раз любит, значит, жалеет. То есть я получу любовь тогда вот таким образом. Ну, это уже вообще тема психогенетики, да, когда мы на уровне, да? Ну, да, скорее это психогенетика. И здесь, конечно же, самое главное, когда работаешь с такими людьми... Вот я этого слова не знала, психогенетика. Мы потом вам расскажем. Но, по-моему, об этом говорила как раз. Здесь как раз необходимо всё-таки помочь этим людям, которые зависимы от любови, не только взрастить себя, но и сохранить любовь к своим родителям. Это вот очень важный момент. Причём у них с родителями чаще всего нарушены все границы, потому что они не умеют вот эти границы выстраивать со своим партнёром, и здесь тоже этих границ нет. Бывают случаи, когда женщине там уже 50 лет, а её мама в любое время, дня и ночи, может ломиться к ней в комнату, независимо, там, с кем эта женщина, ну, как должное это делает. Соответственно, здесь выстраиваются вот эти отношения, в том числе с родителями. Это всегда бывает процесс такой, я бы сказала, такой энергозатратный. Но результаты, если эту тему проработали, да, совсем другие. И действительно, многие не обращаются, потому что начинают ловить своеобразный кайф. Это же игра, и это очень интересно, кого-то всё время обвинять. Причём, когда кого-то обвиняешь, ты чувствуешь себя такой королевишной. Вот она-то, посмотри, какая. А он, а я. Ну вот, кстати, сейчас ещё один тоже момент, такой очень важный. Вы сейчас рассказали историю, когда мама, дочка живёт с мамой там, да, или дети живут с родителями, и происходит вот эта история вторжения в жизнь, вплоть до того, что открывает дверь в любое время дня и ночи в твою комнату. Возможно ли решить эту ситуацию, если оставаться на одной жилплощади? Нет, конечно же, предлагается всё-таки взрослой женщине попробовать начать свою жизнь помимо мамы. То есть есть мама, это здорово, есть отчий дом, а есть ты, есть твоё пространство. И вот первая сепарация, так называемая, происходит, чтобы действительно эту вот полину психологическую разорвать и позволить маме уже вздохнуть от этих переживаний за свою дочку. А для того, чтобы мама вздохнула, необходимо, чтобы дочка куда-то всё-таки съехала. И лучше, чтобы это было не в 50 лет, когда дочке, понимаешь? Да, мы вообще это рекомендуем всем мамам, да, и всем молодым, кто создали свою семью, по возможности не жить на территории родителей. Вот если у вас есть такая возможность, снимайте квартиру, комнату, ещё что-то, едьте в общежитие, да, но, пожалуйста, отрежьте пуповину от родителей, потому что вы вместе с ней, с этой пуповиной, тянете всё остальное, что вам не нужно в жизни. Да, я только очень хочу, чтобы мы всё-таки говорили почаще папам, папам, не только мамам. Мы почему-то всё время, вот не только в наших программах, это тоже такая русская традиция, говорить всё время, что мать, вот она здесь виновата, или здесь недоработа, или, наоборот, здесь её заслуга и прочее. Вплоть до того, что у нас патриарх говорит, что, значит, там, женщинам нужно вести работу по поводу абортов. Почему-то не ведут с мужчинами работу, вообще нигде в этом поле, ни в каком совершенно. И мне кажется, в этом тоже очень большое зло и такое традиционное в нашей стране, потому что очень много взваливает на женщин. На плечи. Совершенно не нарисована роль мужчины, что касается выстраивания отношений с женой и с детьми. И пока, мне кажется, эта ситуация не перестанет существовать, поэтому я призываю вас, коллеги, паритетно это делать, да, может быть, даже больше говорить про мужчин, чем про женщин, про пап, чем про мам. Особенно на консультациях, да? Про пап, и в эфире тоже, я прям призываю к этому. И вот если как бы в эту сторону пойдёт уклон, мне кажется, очень многие вопросы, потому что инфантильных мужчин гораздо больше, чем инфантильных женщин. Вообще, в принципе. Света, мало того... Мы начнём выздоравливаться. Да, мало того, я хочу сказать, что... Такой мой спич. Да, и Лена, и я на консультации, когда приходят, например, по поводу ребёнка, да, мы не консультируем, например, одну маму с ребёнком. Мы всегда говорим, что семья – это система, поэтому приходите и мама, и папа, чтобы мы каким-то образом могли, да, помочь изменить ситуацию в семье. Так что мы на вашей стороне однозначно. Спасибо, что вы на моей стороне. Ну что, вот теперь время программы подошло уже у нас к концу. Я напоминаю, что это была программа «Практическая психология», и со своей стороны только могу сказать, перед тем, как вот Надежда завершит сегодняшнюю историю, могу сказать, что у нас программа выходит три раза в неделю, и она такая интересного формата. Во вторник у нас короткий дневной формат, и мы там до конца не раскрываем всех секретов, а по субботам и понедельникам в ночное время, в вечернее время, да, вы можете слушать полную версию, так же точно, как и на сайте эхокирова.ру. Ну а сегодня темой программы была «Зависимая любовь». Мы хотим пожелать вам любви светлой, чистой и взаимной. И помните о том, что если вы в любви страдаете, то эту ситуацию можно изменить. С вами была милая Оля. Оля вспомнила прошлое свое. А ты никому не признавалась, да? Что свой родильный псевдоним из далекой юности ты скажешь. Вот когда я отключаю. Всё, что связано с сознанием. Оля, ты на месте. Ты поняла, ты вернулась сюда, где должна быть. Надежда Бушмилева, семейный психолог, практикующий психолог, а также Елена Шарова, психотерапевт, и Светлана Занькова. Спасибо всем вам. До свидания. Всего доброго. Практическая психология